здравствуйте друзья в этом ролике я меняю блок питания старый слой хай про на 400 ватт вот он слева так вот он выглядит и коротко его характеристики фирма хай про мне понравилась достаточно качественная уже пользуюсь больше двух лет и не было никаких сбоев из минусов это не совсем длинные кабели и менять его я буду на блок питания аэрокулер аэрокул прошу прощения и менять его я буду на блок питания от аэрокул который называется про 500 w вот его значит коробка ну собственно коробка не интересно лучше посмотреть живую значит вентилятор тут стоит тоже 120 миллиметров как и здесь но лопасти побольше вот пошире немного вот так же и сам корпус побольше здесь 400 ватт напомню здесь 500 ватт из плюсов это то что естественно 500 ватт потом то что мне более понравился корпус он стильный собственно и сам кабель он длиннее я конечно не буду показано где-то на 10 сантиметров или может на 8 сантиметров длиннее и в общем то это основной кабель длиннее до 24 пиновый но длиннее и все остальные кабели что достаточно хорошо на мой взгляд и позволит строить кабель менеджмент вашем блоке питания и итак сейчас я покажу как я буду собственно устанавливать новый блок питания значит сразу же замечу что так устроены блоки питания что они вдувают воздух от со стороны кулера и соответственно воздух уже значит охлажденный выходит сзади точнее вот вот оттуда также и в этом блоки питания блоки питания и что я хочу сказать что воздух будет подниматься снизу то есть там как понимаете много пыли поэтому здесь есть конечно решеточка но на мой взгляд ее конечно недостаточно и я думаю что со временем придется просто пылесосить блок питания чтобы он просто не запылился и так приступлю к установке блока питания сразу же скажу что компоновка моего системного блока такова что блок питания располагается снизу вот соответственно нужны достаточно длинные провода чтобы можно было все нормально подсоединить также установки моего блока питания присутствует вот такой вот уголочек вот он устанавливается вот здесь ну и предыдущий блок питания был покороче и уголок отлично подходил но сейчас данный блок питания уже подлиннее и возможно уголок будет бесполезен так приступаю так же как видите здесь у меня есть выступ вот и надо как бы под него поднырнуть это достаточно сложная задача но я постараюсь справиться так обращу ваше внимание есть небольшой балкончик специально почему-то его сделали для блока питания и при установке под него надо поднырнуть сейчас я постараюсь это сделать надеюсь получится вот он встал теперь да к счастью вот этот уголок тоже нормально встанет сейчас показать итак уголок подошел как видите поэтому можно будет и закрепить сразу же блок питания нашим вот таким вот замечательным уголочком итак друзья первым я подсоединю 24 пиновое питание к материнской плате и сделаю это я не напрямую как было бы проще а через специальное отверстие так называемый кабель менеджмента надеюсь они видны значит провод пойдет внизу здесь вот есть небольшое такое значит расстояние отверстие и вот как бы там будет прятаться сам провод вот как я сейчас пальцем то соответственно будет там прятаться и не будет мешаться стараюсь не задеть все остальные провода для этого я открутил кстати сзади крышечку потому что как вы понимаете невозможно установить не сняв крышку ну или можно но достаточно сложно с другой стороны можно посмотреть пронаблюдать как видите провод будет прятаться именно здесь итак друзья я подсоединил 4 пиновое питание для процессора но длины провода оказалось недостаточно поэтому кабель менеджмента нормального не получилось не удалось вот этот провод разместить вот в этой специальной ячейке для проводов или кармашки для проводов как кому нравится и поэтому вот провод пришлось вот так прям протянуть вот надо оперативной памятью и вот он подходит сюда но все равно это лучше чем было на предыдущем блоке питания как вы помните здесь это 4 пиновое питание тянулось прямо через видеокарту и радиатор охлаждения процессора и было менее красиво и вообще этот провод кидался в глаза и постоянно мешался ну и нам остается просто подсоединить питание для видеокарты это осталось 6 пин подсоединить и еще один и еще одни 6 пин и подсоединить питание для значит DVD рума жесткого диска и ssd диска вот собственно и все так друзья вот такой вот кабель менеджмент у меня получился все основные провода я пытался спрятать специальный отсек получилось это не совсем идеально но но я не ставил цели прям все сделать идеально сделал как умел как смог собственно подсоединил как и обещал питание сразу же скажу что с видеокартой шло шел переходник с 8 пин на 6 пин однако в блоке питания у меня было и 8 вот как видите здесь присоединяется еще два пина и 6 пин превращается 8 однако очень сложно было отсоединить вот это вот значит крепление потому что как видите вот трубка радиатора мешает и туда вот видите не подобраться и поэтому я решил оставить не мучить данную систему просто подсоединить 6 пин ну и собственно еще одни 6 пин тоже неплохо встали также я подсоединил значит сата питания собственно ну подсоединил как обещал два жестких два диска и один дивидерон ну вот собственно и все наш компьютер в сборе наш компьютер в готов наш компьютер готов к бою и можно собирать вставить крышки и проверять как все будет работать я уверен что все будет работать отлично итак друзья наш компьютер загружается нормально что говорит по крайней мере что мы подсоединили все правильно как видите никаких ошибок нет и загружается windows 8